Старые ошибки не учат. В Караганде при ремонте дороги рабочие засыпали пути отхода воды на улице Розы-Люксембург. Ливень, прошедший накануне, обнажил халтурную работу. Ирина Вовещевич продолжит тему. Вот посмотрите, вся вода идет ко мне потом. После дождя. Дорогу закрыли, стойки все зарыли. Вот сколько воды у меня. Светлана живет на улице Розы-Люксембург. Вчера утром она вышла из дома, чтобы идти на работу и сразу оказалась по щеколотку в воде. К такой неожиданности она явно не была готова. Я не знаю уже, что мне делать. Это просто катастрофа. Весь день плачу, не знаю, к кому обратиться. Женщина целый день металась, то строила баррикады, то хваталась за телефон. Звонила с одного номера на другой. Так ее футболили из кабинета в кабинет. Набралось восемь номеров, но проблема не решается. Ой, я уже не знаю, к кому обращаться. Почему так все безответственно проходит у нас? Почему зарыли стойки, не подумав о людях? Ждали очень, чтобы нам сделали дорогу. Но опять же, дорогу будут делать стойки, опять сказали, не будут делать нам. Ничего не продумали, опять страдают люди. Вся проблема в Арыке, по которому здесь уходила дождевая и талая вода много лет, свыше находящихся улиц. Но дорожники почему-то решили, что ливневка здесь не нужна. Они засыпали ее булыжниками, а потом еще и раскатали. А к ним это били, я не хочу ничего не идти. Сейчас ничего не будет. Самое интересное, что внизу по улице, где не смогли добраться до Арыков, они остались. Но вода туда теперь не доходит. Она вся во дворах и подвалах выше находящихся домов. Вот канава. Вот она проходит возле каждого дома. Вот она канава. И по этой канаве вода уходила бы, лилась эта. А теперь они там засыпали все и уехали. И воде некуда деваться, она пошла к людям в дом. А так бы она уходила по этой канаве. Кстати, после съемок Светлане таки приехали дорожники и устроили скандал, сказав, что вообще ничего напротив ее дома делать не будут, так как она успела пожаловаться. Ну и это еще не все. В прошлом году тут меняли водопровод. Жители обязали купить колодезные кольца и крышки. Вот так сейчас они выглядят. Светлана много раз просила не повредить имущество. Купили мы новые кольца, крышки. Все по уму, всю систему новую сделали. Сейчас прошел трактор, все сломал, все крышки сломал, полные колодцы воды. Крышек теперь нет, колодцы открыты. Хотя Светлана периодически приносит сюда самодельные опознаватели. Чтобы никто не провалился или машина не въехала колесом. Но дорожники все это убирают. Безопасность людей и сохранность чужого имущества, по всей видимости, ремонтников мало волнует.